В Венеции на дорогах Рязани. Состояние ливневых канализаций заинтересовало прокуратуру. Каждое лето машины по капоту ходят под воду, а пешеходы вынуждены переплывать дорогу, портя обувь, одежду и телефоны. Ситуация выходит из-под контроля даже на главных улицах Рязани. В лодки и катера превращаются автомобили на Московском и Куйбышевском шоссе. Весной и осенью ситуация не становится лучше. Регулярно уходит под воду Славянский проспект, улицы Есенина и Грибоедова. Ливневая канализация не справляется с потоками воды, а в условиях переменчивой зимней погоды огромные лужи быстро замерзают, превращаясь в настоящий каток. Ситуацию каждый год обещают исправить. На этот раз за дело берется Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура. В ходе прокурорской проверки было установлено, что на территории города Рязани целостная ливневая канализация, которая оборудована была бы, выпуски, которые оборудованы были бы очистными сооружениями, как предусмотрено действующим законодательством, нет. Нарушения и виноватые будут установлены в ходе масштабной проверки, которая запланирована на первое полугодие 2017 года. В рамках нее будут взяты пробы ВОД, изучены документы и ситуация в целом. Какие меры принимали органы местного самоуправления, в первую очередь, для того, чтобы организовать эксплуатацию ливневой канализации, какие меры принимали органы государственной власти, какие программы действуют в регионе. То есть проверка, она проводится в комплексе. Помимо ливневой канализации, прокуратура проверит факты несанкционированных сбросов в фекальных стоках водоема области. Наибольшую опасность на сегодняшний день представляет автоагрегатный завод. Сам он не работает, но на территории предприятия находятся десятки различных организаций. В находящейся неподалеку реке Трубеж местные жители заметили небольшой ручеек с устойчивым фекальным запахом. К сожалению, ситуация не единичная. Уже вынесено 77 решений судов по подобным искам. Из них 35 по очистке сброшенных вод. В 2015 году всего сброшено в поверхностные водные объекты 129,88 млн кубометров сточных вод. Из них 0,23 млн кубометров стоков было сброшено без очистки вообще. 82,02 млн кубометров стоков было сброшено недостаточно очищенными. Смогут ли в ходе проверки найти всех виновных и устранить наболевшие нарушения, узнаем через полгода. А пока проявляйте бдительность, ведь по каждому обращению граждан природоохранная прокуратура обязана проводить проверки.